Национальный миф в литературе и культуре Кто он? Самый обсуждаемый ученый и мыслитель Сильнейшая магнитная буря накрыла россиян Всем привет! В эфире универ-новости, а в студии Максим Мартынов Где ученые могут обменяться опытом и встретиться для обсуждения актуальных проблем их специализации? Конечно, на конференциях. Казанский федеральный университет регулярно проводит разнообразные симпозиумы не только для студентов, но и для профессорско-преподавательского состава. Так, 6 мая в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовала 9-я международная конференция национальными миф-литературе и культуре. Подробнее о том, какие темы затронуты на конференции в этом году и чем ее актуальность, смотрите далее. 6 мая в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета уже в 9-й раз стартовала крупнейшая в своей области международная конференция национальный миф-литературе и культуре. В этом году она посвящена множественности репрезентации национального предания. Это ежегодная конференция, которая направлена на активное обсуждение острых филологических проблем, а также расширение географии сотрудничества. Среди участников в этом году присутствуют литературоведы, профессора, доктора филологических наук. Мы предполагаем в рамках этой конференции некое подведение промежуточных итогов. И название сегодняшней конференции «Национальный миф в литературе и культуре множество, множественность репрезентаций» Она как раз и подчеркивает вот этот самый обобщающий характер нынешней конференции, когда сводятся воедино все аспекты, заявленные ранее, и рассматривается уже такой обобщающий смысл репрезентации национального. Конференция проводится с 2003 года. За это время в мероприятие приняли участие специалисты из таких стран, как Великобритания, Израиль, Италия, Германия, Китай, Грузия, Казахстан и многих других. И этот год не стал исключением в обширной географии докладчиков. По их словам, это мероприятие стало неким местом встречи коллег и друзей, которые с года в год делятся друг с другом своим опытом. Симпозиум предполагает два формата участия – очный и дистанционный. Программа конференции обширна, мероприятие поделено на два дня. Докладчиков ожидают пленарные заседания, а также работы в секциях, где будет возможность послушать такие доклады, как языковой образ мира, литературная, этномифология и многие другие. После продуктивной работы для всех гостей проведут экскурсию по столице Татарстана и по городу Лаишево. В Казань я езжу уже очень много лет. Каждый год. Один год одна кафедра проводит конференции, другой год другая кафедра проводит конференции. Вот на каждой из этих конференций я обязательно бываю. Поэтому я, естественно, знаю обо всех конференциях, которые проходят в Казани. И с удовольствием всегда сюда приезжаю, потому что мне близки эти темы. Ну, плюс к этому здесь сложился круг уже друзей и коллег, профессиональный круг общения. И это очень важно, вот так вот поддерживать общение с коллегами в профессии. Это очень интересно. Я думаю, что конференция действительно периодическая, и, как сказала Татьяна Валентиновна, многие гости приезжают к нам уже много лет, то мы уже говорим об этом не в постановочном плане, а вот именно в таком глубоком плане. Вот те доклады, которые вынесены на пленарное заседание, они все демонстрируют именно эти разные аспекты репрезентации национального. Они все очень-очень интересны. Внимание крупнейших ученых-филологов из года в год привлекает как широкая проблематика конференции, так и ее ориентация на наиболее актуальные социальные и научные тренды. Пленарные и секционные доклады национального мифа в литературе и культуре всегда становятся важным элементом отечественной и мировой научной жизни. Они активно обсуждаются филологами, культурологами, философами, социологами. Яна Яковлева, Делина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости. Его имя носят музеи в Санкт-Петербурге, Вене, Лондоне, Пшиборе. В трех европейских городах памятники в его честь являются одними из наиболее посещаемых. Человек, оказавший значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу искусства 20 века. Сегодня отмечается 168 лет со дня рождения самого обсуждаемого и критикуемого основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Подробнее о биографии австрийского психолога и особенностях его теории узнаете в следующем сюжете. Зигмунд Фрейд Зигмунд Фрейд наиболее известный как основатель психоанализа. Родился 6 мая 1856 года в Моравском городе Фрайберге. Ныне город на востоке Чехии Пшибор. С самого детства учеба ему давалось легко. Он с отличием окончил гимназию, после поступил на медицинский факультет Венского университета и уже в 1881 году получил звание доктора медицины. Через 4 года Зигмунд получил звание приват-доцента и ему была предоставлена стипендия для научной стажировки за границей. Именно это во многом и повлияло на его дальнейшее открытие. Фрейд начинал с того, что у него был бэкграунд зоолога и он начинал, собственно, с исследования половой системы речных угрей. И, в общем-то, это было его, скажем так, первой научной, может быть, крупной работой. И он совершил там, конечно, прорыв. Фрейд известен как невролог, то есть это тот, кто изучал афазии, это тот, кто изучал параличи, это тот, кто ввел, собственно, понятие детский церебральный паралич. Научную стажировку Зигмунд Фрейд проходил в Париже у врача-психиатра Жана Мартена Шарко в клинике Сальпетриер. Именно в это время австрийский психолог пришел к мысли, что причиной психонервных заболеваний могут быть ненаблюдаемые динамические травмы психики. Но признание Зигмунд получил не сразу. Он ушел из академических кругов после того, как венское медицинское сообщество отвергло идеи, которые он привез из Парижа. В частности, о том, что тогда называлось истерии. Но, несмотря на это, австрийский психолог продолжал публиковать влиятельные работы по неврологии. На самом деле, кроме того, что мы читали в соцсетях о Фрейде или то, что бытует в обыденном понимании, на самом деле это не все, сильно не все, что мы можем знать о Фрейде. Перед тем, как он открыл, скажем так, изобрел психоанализ, он ездил, выиграл стажировку к Жану Мартену Шарко. Это исследователь истерии. Несмотря на то, что теории Фрейда были чрезвычайно влиятельными, они подвергались значительной критике, как при его жизни, так и сейчас. Однако именно его идеи прочно вошли в нашу культуру, и такие термины, как оговорка по Фрейду, вытеснение и отрицание регулярно появляются в повседневном языке. Основным для Зигмунта являлось представление о том, что поведением человека управляют психические и рациональные силы, а не законы развития общества, и что интеллект — это лишь аппарат для маскировки этих сил, но не средство отражения реальности. История с открытием психоанализа, который совершался в таком, можно сказать, лайф-режиме, в таком онлайн-режиме, практически как какое-то небольшое шоу, можно наблюдать в его работах. Самая важная, наверное, или, скажем так, самая любопытная, но и непростая его работа — это наброски, это та работа, в которой были, скажем так, зачатки его идей. И это была, конечно, такая вот прорывная штука, потому что тогда не было никаких психотерапий. И вот эта история, когда врач не просто применяет свои какие-то методы, например, препараты, ток, какие-то разные другие методы того времени, а это именно разговор. Разговор как интерес к субъективности того человека, который сидит напротив. Идеи Фрейда оказали такое сильное влияние на психологию, что из его работ возникла целая школа мысли. Он оказал длительное влияние как на изучение психологии, так и на практику психотерапии. Внешний психоанализ выглядит как разговор двух людей, где в основном говорит клиент, а специалист внимательно слушает. Основное правило для клиента звучит так. Говорите все, что приходит вам в голову, даже если это будет казаться вам неважным, лишним, неуместным или не имеющим отношения к делу. Если у вас возникают какие-то чувства, мешающие вам что-то озвучивать или поднимать какую-то тему, например, чувство стыда или чувство гнева, важно начать говорить об этих чувствах. Проанализировав так называемые свободные ассоциации, аналитик делится с клиентом своей гипотезой в виде интерпретации, которая помогает выявить скрытые аспекты сказанного и показать внутренние взаимосвязи. Мы можем увидеть двух человек, которые сидят, ну, либо друг напротив друга, лицом к лицу, что называется, либо один из них, как в фильмах, например, позади, да, и другой располагается там лежа на кушетке, на диване или где-то еще, в общем. И они не встречаются взглядом таким образом. То есть есть, например, как минимум два варианта, и это действительно единственное правило, которое действует в кабинете, это говорить все, что приходит в голову. Многим самым важным вкладом Фрейда в область психологии стало развитие именно разговорной терапии, как подхода к лечению проблем психического здоровья. Она является неотъемлемой частью работы, во время которой специалист помогает людям преодолеть стресс и поведенческие проблемы. Но стоит понимать, что психоанализ не работает одномоментно, требуется продолжительный временной отрезок. Человек постепенно и планомерно изучает в себя свой внутренний мир и, по сути, сам находит ответы. Дмитрий Ушанкин, Кристина Отекина, Тимур Ахметов. Универ Новости. 6-7 мая ожидается магнитная буря, которая возникла в результате пяти вспышек класса М на Солнце. Предположительно, она продлится около 30 часов. О том, как буря отразится на самочувствии людей, нашей планете и о ее последствиях, расскажем далее. Ученые обнаружили увеличение активности на Солнце. А именно, за сутки зафиксировали на звезде сразу два мощных взрыва высшего класса, что может привести к серии магнитных бурь на нашей планете. Эти бури могут вызвать значительные колебания в магнитном поле Земли, что, в свою очередь, может повлиять на работу спутников, электроники, GPS, навигации и других устройств. Также стоит беспокоиться о возможных воздействиях на здоровье человека. Медицинские исследования показывают, что магнитные бури могут влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая усиление болей, головокружения и других неприятных симптомов. То есть вспышки могут влиять и на техническую, техногенную составляющую нашей цивилизации, и на наше биологическое самочувствие, не только наше, всего живого. В качестве приятного бонуса во время вспыхок, во время, точнее, магнитных бурь, могут возникать очень мощные полярные сияния, которые распространяются от зоны, где они обычно видны, то есть район полярного круга и севернее, в область умеренных и даже южных широт. То есть за минувший год, ну, не менее полудюжинный раз, полярное сияние разной силы наблюдалось даже в Казани. Магнитные бури возникают из-за внезапных изменений в магнитном поле Земли. Они часто вызваны солнечной активностью, в частности различными вспышками и выбросами массы короны Солнца. Когда такие события происходят на большой звезде, они могут порождать потоки высокоэнергичных частиц, которые направляются к Земле. Эти частицы, называемые солнечным ветром, взаимодействуют с магнитным полем Земли, вызывая изменения вокруг нее. Такое воздействие создает геомагнитные бури и поднимает магнитные возмущения, которые могут влиять на работу технических устройств, спутников, а также на здоровье живых организмов, включая человека. Солнечные вспышки имеют пять буквенных классов по мощности А, Б, С, М и самый высокий класс Х. Внутри классов есть еще церковые градации. Индекс вспышки зависит от энергии, излучаемой в рентгеновском диапазоне. Дело в том, что в оптике, то есть в обычном свете, во время вспышки выделяется не очень много энергии, хотя самые мощные вспышки могут быть видны с использованием специального фильтра, но в обычный телескоп, то есть не нужно выходить в другой диапазон для джон. Но такие вспышки достаточно редки. Служба мониторинга солнечной активности использует космические обсерватории, которые наблюдают прежде всего в жестком диапазоне спектра. И именно по энергии в этом диапазоне, в рентгеновском диапазоне, идет классификация вспышек. Солнечные вспышки, магнитные бури на Земле имеют тесную связь из-за взаимодействия солнечного ветра и солнечных корональных выбросов на магнитосферу Земли. Во время вспышки на Солнце происходит интенсивный выброс массы и энергии, в том числе заряженных частиц и фотонов, которые направляются в космическое пространство. Когда эти заряженные частицы энергии сталкиваются с магнитосферой Земли, они могут вызывать различные явления, такие как магнитные бури. Это происходит из-за взаимодействия взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой, вызывающего изменения в магнитном поле Земли и возбуждающего атмосферные слои в районе полярных и экваториальных областей. Резидент Каримова, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова